Да, в бильярдном мире у нас разные люди играют, но тебе мы могли бы предъявить, и в принципе в такой форме не очень лицеприятной, да, ну немножко и помять могли бы. На что Женя сказал, схавал терпи. И после этих слов, Женя, я передаю тебе привет, я схавал, я потерплю, но... У меня самый точный удар в мире. Да невероятно молодец, Юрка! Здорованный, самый известный гость, Евгений Сталин. Женя, привет! Спасибо тебе большое, что ты согласился на это интервью. Первый вопрос, конечно же, связан с самоизоляцией. Сегодня сняли ограничения. Расскажи, как ты провел эти два месяца, все ли хорошо, все ли здоровы? Я сказал, что отлично, не знаю ли, но я в принципе не изолировался, ходил в бильярдную, тренировался, гулял в лесу. Известно, парки были закрыты, мой любимый парк был закрыт, и мне приходилось ездить в лес. Иногда с сыном, иногда один пробежки делал вокруг района Митина. Ну и так же в клубе бегал, всякие растяжки и подобные. Тебя никак не коснулся вируса? Тебя, твоих близких? Да, к сожалению, коснулся моих родителей, да. Сейчас отца вроде бы пошел на поправку, а мама что-то ее плохого не стала. Все, сейчас я отвез в больницу, что-то там с легкими тяжеловато, процентов 40 поражено. Будем надеяться, что все поправится. Да, будем надеяться, конечно. Перейти к главной игре. В одном из интервью Сергей Бауров сказал, что вы в ближайшее время анонсируете новую игру. Расскажи про игру и будут ли по ней чемпионаты, когда? Ну, игра, в принципе, не сильная. Там отличается от того, что мы играли с велозером. Просто там я добавил больше цветных шаров. Там было, по-моему, всего 3, сейчас 5. Возможно, будет 2 варианта еще точнее не утвердили. Это 5 красных, которые имеют стоимость по каждому шару. Красный читается за 2 очка. Игра ведется до 8 шаров. И вторая игра тоже самое, но только можно вместо 5 красных сделать 4, а один сделать синий. Он будет 3 очков. Может быть, это будет чуть-чуть поинтереснее, больше интриги. И, как бы, правило остается такое, что 2 дома у тебя, если ты забываешь своего, то с двух домов выбираешь только чужого. Дуплет белого считается как за 2. Соперник снимает еще на фарате или на полку. В принципе, все правила остальные как морозы. А будут ли турниры проводиться и в каком формате? То есть только среди профессионалов или среди всех желающих? Ну, вообще, что ближайшее можно сделать, это, я думаю, открытый турнир. В легенде, там, с гарантией 300 или 500 тысяч рублей. Воснос 5 тысяч рублей. И пошел, как бы, показывать, на что вы способны. В эту игру может быть любой, любого, в принципе. Но она гораздо интереснее, чем все остальные игры, которые мы играли. То есть тактическая она? Она тактическая, она и динамичная. Если бы эта игра была лет 20 назад сделана, возможно, мы бы уже давно имели другой уровень. Биллиарды на телевидении. Малыш, это все, что ты любишь. А, как ты думаешь, когда водочицы сделают турнир, осенью примерно можно рассчитывать? Да, осенью. Можно? Хорошо. Интересно, по поводу званий. Все мы знаем, что ты мастер спорта международного класса. А помнишь ли ты хронологию присвоения тебе званий? Был ли у тебя первый разряд, КМС, мастер спорта? Да, КМС, по-моему, был. Ну, когда был вообще мастер. МСМК, да что-то такое. Точно не могу вспомнить. Может, приехал, там, вручили мне. Красный крон, да. Они ничего не знают, что в нашей стране, если это, по-моему, не олимпийский вид спорта. То есть, получается, что мимо мастера спорта ты проскочил? Да. Да, наверное, да, проскочил, да. У меня сразу. С КМС, наверное, на международник. Потому что я в 95-м уже выиграл чемпионат мира. А как так получилось, что тебе не присвоили ЗМС? У тебя же принесли отлично, 8 чемпионатов мира. Ну, во-первых, когда их начали присваивать, все остальные регалии нас бросили в прошлое. Потому что тебя не считаются, и МЛБПК не та федерация, которая, ну, можно по ней что-то равняться. И после того, как достала федерация, как она называется сейчас, флот-сэйдж, но под нее, как мы, называется, легли. Ужасные правила сделали и тому подобное. И после этого, выводничка от мира, где я должен был выиграть, вел со счетом 4-1, по-моему, или 5-1. И на Куру проиграл. Если бы я выиграл, да, мне присвоили бы ЗМС. А после этого я практически не играл в чемпионат мира. Один раз уж и сыграл в этом якутске. Понятно. Хотелось бы немножко порассуждать. Вот бильярд 10 лет назад или 20 лет назад, а не сейчас. Что изменилось, что происходит, в какую сторону движется? Ну, он более, как бы, стал молодежь, наверное, не сказать. Изменилось, наверное. Да, забивание шаров, конечно, повысилось. И выхода стали лучше делать люди. Что касается тактической игры, да, игра понизилась. Потому что, ну, как правило, мы играем, все, все, все те, кто... Турниры, которые проходят, в эти игры, которые предоставляет наша федерация, тактика превосходила кладку, поэтому кладка на первом уровне. И бильярд сейчас стал более молодежным, потому что, ну, тактика, она приходит на современный уровень. А то, что сейчас меньше тактики и больше кладки, можно ли это считать деградацией? Я считаю, что это деградацией. Да? Потому что, если хотя бы чуть-чуть изюминку унести, подумать, то люди будут нелегко перестраиваться. А насчет уровня игроков, то, что сейчас стало власть, в общем-то, все, что оторвано от борта, это улучшение уровня или это тоже все-таки деградация? Ну, честно говоря, еще сложно сравнить, но, наверное, все-таки, я думаю, что уровень повысился, забивание, но столы были другие чуть-чуть, не были они такие свободные у нас, и чуть-чуть правила были другие, там, не, так часто не позабиваешь у нас, там, если в Американском играли, то разбой был тонкий, или в отыгрыше у нас было два борта, но там совсем другая стратегия. Нельзя сравнить. Так же, как сравнить Али Мухаймедов с Тайсеном сейчас. Ну да. А какие вот тебе видятся перспективы, там, через 5-10 лет худший вариант эти события и лучший? Ну, только что-то реалистично, более-менее. Сложно. В нашей стране сложно. Все-таки нужен большой старт, большой старт, чтобы попасть на телевидение, чтобы это было постоянно, чтобы это, ну, не менее, там, семидесяти километров в году, тогда мы что-то можем изменить. Как ты считаешь, в то же время в пули и в стукере происходит то же самое, или они настолько уже идеальные игры, что уже там нечего менять? Ну, во-первых, в пули не так все сладко, и многие не отстаялись и вижу, просто все пишут в фейсбуке, не так хорошо развивается этот вид спорта. В Америке, потому что полно других видов спорта, это американский футбол, вольф и тому подобное. Поэтому пулы далеко там на пятом, или на десятом месте по популярным видам спорта. И, куда сказать, снукеры, да, снукеры, это другое, но это Англия, консерватор. Там грамотный менеджмент был изначально поставлен Барри Ферном, где-то такие 30 назад. И поэтому включил матч Рум Спорт. В принципе, игра-то интересная, красивая. Ну, умеет делать, умеет делать. Ну, просто снукер же за столько времени не потерпел таких изменений, как русский, правильно? Конечно. Да, и он как был, таким и остался, примерно. Ну, да. В принципе, да. Ну, там, конечно, все проще. Старт был с больших лус. Все. Поэтому и повезло, так сказать. Больше, чем нам. Ну, в данной ситуации, да. Неизвестно, что станет на русском бильярде через много лет. Ну, в том, тот уже от того бильярда уже все устанут. Одно и тоже. Видите, выхода на короткой дистанции. Лизы широкие. Может быть, уже людям будет нравиться русский бильярд. Ну, да, только огромная работа нужна будет, чтобы поставить русские столы и показать им, что это, в общем-то, тоже может быть самым средством. Нет, просто надо в призовой фонд сделать большие, и все. И они сами заиграют. Спасибо. Хорошо. Можешь ответить на нескромный вопрос, да или нет? Нет, ты считаешься талантливым игроком? Талантливым игроком? Да, наверное. Можно так считать. Ну, талант. Ну, да, наверное. Талантливый игрок – это то, кому, чтобы быть в максимальной форме, не нужно очень много тренироваться? Ну, он же до этого тренировался. Да, до этого, да. Да, до этого, конечно. Конечно, но тут все зависит от того, как ты помнишь, как память у тебя работает. Ну, талант нельзя назвать. Я не знаю, сложно. Но ты талантливый игрок. Ну, Круженовский – точно талантливый. И вместе с тем ты провел миллионы часов у стола, чтобы до этого выйти. Да, причем не за одним русским. Да, и за Кулом тоже. А когда ты уже стал топом, когда ты уже выигрывал чемпионаты мира, тяжело ли тебе было быть как бы номер один и находить какие-то стимулы, на кого-то равняться? Ну, нет, конечно, не тяжело всегда. Я в Кул играл, и я в Кул-то был сильный игрок, да, но были и посильнее игроки, и есть они. И всегда равнялся там на Стрикмонда, на Эйфенрейсе, на Франциско Бустаман. Всегда восхищался, и для себя брался. Из них и цирк не игры, из них и техники. Понятно. В одном из своих интервью ты сказал, что сына хочешь отдать в снукер. Ты по-прежнему так считаешь? Ну, посмотрим. Начнет брать в руки кей, какое-то желание будет, может быть. Загадывать тяжело, наверное, уже 7 лет, с ноги 5 лет нет. Ну, то есть, если он скажет, папа, я хочу в билет, ты ему посоветуешься все-таки снукером заниматься? Ну, наверное, да. Потому что снукером видно это будущее, а выроскоп. Долгоиграющий. А, в принципе, ты хотел бы, чтобы он пошел по твоим стопам и стал тоже великим игроком и оставил свой стенд в примерной истории? Ну, я бы хотел, но может быть, другой вид спорта. Большой теннис. Хотя переживания будут большие, и я не знаю, что. Правильно это или нет? Посмотрим. А если бы сейчас ты обмотал все назад, а ты бы так же свою бильярдную карьеру провел или переключился бы там полностью на пул, не возвращаясь в русский, или наоборот бы на пул не переключался? Непонятно. Везде, где ты переключаешься, на какой-то пул или снукер, ты все-таки должен в большей степени находиться в этой стране, где постоянно турниры. мне это не всегда было удобно, потому что я уже 21 год стал папой. Первый брак и дочка. Почти 20 лет. Поэтому жить в Америке там постоянно тяжело. Жил в основном в России. Набывал, оставался там год-два. Путешествовал, турнир много играл. Тяжело, если ты хочешь играть в другой вид билляра, конечно, постоянно быть там. А какая, на твой взгляд, лучшая игра в пул и почему? Самая интересная. Я не один уже игрок знает. Это одна луза. Кто-то чуть-чуть в нее попробовал играть, понимает, что это самая разнообразная и самая тактическая, умная игра из всех видов билляра, в которых я не знаю. Одна луза в пуле. Интересный, да? Неожиданно даже для многих, я думаю. Не так давно я брала интервью у Юры Пощинского, в котором он рассказал, что в одной из ваших коммерческих игр в русскую пирамиду там были разные шары разного веса и была резина тоже снукерная. После того, он проиграл, он позвонил тебе, высказал свое недовольство. Шизофреника, не слушай. Еще и в пирамиду, да? Да. Ну, когда по номерам. Да. Да. А зачем в пирамиду шары какие-то разные цветы? Ну, то, что дорогие шары были другого веса. По-моему, это такая история. И что, на что ты ему сказал, что ты же сухал? Это шизофрения. Не слушай. В пирамиду зачем вообще что-то менять? Они его понимают. Он лишь говорит, слышал звон, не знает, где его он. Понимаешь? Это раз и два. Вообще-то я проиграл. Это раз. В московскую пирамиду я ему проиграл. В пирамиду я выиграл один-два раза. Я выиграл две партии всего лишь. А в московскую четыре проиграл. Хорошо. Коснемся еще одного эпизода, который такой даже не самый приятный. Это драка ваша с Сергеем Крыжановским. Да. Прямо она здесь начинала. Вот здесь она была. И перешла. Одному доехал случайно. Второму случайно. Ужасно. Да. Я вспоминаю. Ничего хорошего в этом нет. Прошло уже больше двух лет. У вас потом какие-то отношения развивались или просто после этого не общались и все? Ну, всегда общались. А, ну, то есть... Я не раз уже не дала. А, да? В два раза три. Только это попало. В два раза три. Ну, лучше я, чем кто-то другой. Правильно? С этой позиции точно, да. Да, ну, что вы. Молодой человек, импульсивный. Горячий. Я таким не был. У нас так нельзя было. Ну, да. Времена были все-таки. Времена были все-таки. Времена. Ты что? Если ты что-то там поднимешь тон на старшего, все, наказан, бильярдный месяц не должен быть. Хорошо. Это сейчас молодежь такая. Думаю, безнаказанно все будет оставаться. Ну, да, сейчас времена, в общем-то, вообще другие. Будем позарослеет. Я надеюсь, что-то позарослеет, потому что все будет нормально у него. Расскажи про технику удара. Считаешь ли ты... Твою? Нет, не про мою. У вас старинная, в Беларуси. Роботы. Да, да. Апьеры, лобочки. Хотя он не был роботом. Ну, может быть, стал попозже. Как ты свою технику оцениваешь? Хорошо. Хорошо. Я работаю над ней каждый раз. Даже сейчас. Но... Она у меня не всегда на одном уровне, но если я буду очень много уделять внимание тренировкам, то я каждый раз повышаю и нахожу новые и новые. Даже новые удары я еще нахожу в русском бильярде. Хотя игра ограниченная постоянка. Возможности. большой стол лудом. Маленький вес шаров большой. Все равно я придумываю. А ты можешь назвать какого-то игрока, у которого на твой взгляд техника вообще хромает? Он при этом очень классный игрок и ты его считаешь сильным? Наверное, есть такие. Ну, сейчас я тяжело вспомню. Техника хромает локти. не слабый игрок. Техника права этого фрейза тоже не слабый игрок. кто еще игрок ну, но осад нельзя техника локоть завален там что-то как-то метится странно в то же время не слабый игрок точно помню сейчас тяжело а кого ты считаешь наоборот именно техничным игроком? Техничным? Круженовский ломар ломар не бог кто еще так чтобы тёська стал хорошим да тёська ломар тёська тёська